Показали природную красоту, традиции и обычаи своего народа. Этнокрасавицу 2022 выбрали на Камчатке. Четвёртый межнациональный конкурс прошёл 10 декабря в Петропавловске. В этом году культуру своих народов представляли 13 девушек. Представительницы Грузии и Дагестана участвовали в конкурсе впервые. Мы с девочками всячески поддерживаем друг друга. Все очень боятся, трясутся. Но я думаю, что всё пройдёт на высшем уровне. Мы все заряжены, мы все очень подготовлены максимально. Хотим показать очень красивую картинку, чтобы все были довольны, чтобы наши друзья и близкие гордились нами. В принципе, устроить красивое шоу. Я просто не представляю себя вне этого конкурса. Я просто должна тут быть. Это моё место здесь и сейчас. Я считаю, что участие в данном конкурсе очень важно. Для того, чтобы показать культуру, традиции, кухню, всевозможные штучки интересные своей культуры, своей народности, республики, края, страны, которую представляют. Чтобы познакомить окружающих с этим. Это очень интересно. Тем более в данное время, я считаю, народы должны быть едины. Все должны сплотиться, помогать друг другу. И этот конкурс, он доказывает это и является такой красной нитью в современном обществе. Все девочки, конечно, очень волнуются, но они уже победительницы. Потому что они решились, и два с половиной месяца они готовились к этому конкурсу. Красавец пришли поддержать их семьи, друзья и диаспоры. На празднике красоты и единства царила тёплая и дружелюбная атмосфера. Девушек также от лица депутатского корпуса поздравили с этим уникальным конкурсом. Действительно, именно сегодня нужно показать, что наша Камчатка многоликая, многонациональная, многоконфессиональная. И все наши народы живут в дружбе, мире, согласии и добрососедстве. И очень приятно, что молодёжный совет замечательного нашего региональной организации «Содружество» принял когда-то такое решение о проведении этого конкурса. И уже четвёртый год успешно его проводят. Конкурсантки должны были показать не просто свою личность, а познакомить и заинтересовать жюри и зрителей культурой народа, которые они представляют. Для участия в проекте девушки и их команды шили костюмы, придумывали образы, готовили творческие номера. Девушки за короткое время должны были максимально продемонстрировать колорит национальных традиций своего народа. Это польза не только для девушек, но и для всего народа. Потому что у нас Советский Союз всегда был многонациональный. И сейчас у нас страна Россия многонациональная. Но не все знают, кто рядом с ним живёт, кто какой национальности. И этим конкурсом мы показываем дружбу, сплочённость, гармонизацию межнациональных отношений, единство российской нации. Участницы конкурса показали творческие номера. Они пели и танцевали. ПЕСНЯ Девушки также прошлись по сцене, словно по подиуму, в своих национальных костюмах. ПЕСНЯ Подобного рода конкурсы не просто архи важны. Мы сегодня знаем, как важна так называемая мягкая сила. А женская мягкая сила, она не просто топит сердца, она постепенно и даёт возможность погасить любой конфликт. Тем более в то непростое время, в которое мы живём. Поэтому низкий вам поклон за возможность прикоснуться к прекрасному. Участницы этнокрасавицы докрасочного шоу уже преодолели одно испытание. Это был конкурс национальных блюд. Каждая девушка представила кухню своего народа. Они должны были не просто приготовить что-то по рецепту, а показать знания истории своей национальной кухни, традиционные принципы готовки. По итогу конкурса «Этнокрасавица-2022» третье место заняла представительница русской народности Ольга Аликина. Второе место завоевала Светлана Олениченко, представляющая украинский народ. Первое место, а также приз зрительских симпатий получила тувинка Чаяна Белегчим. Я очень рада, что выиграла этот конкурс, самый красивый конкурс в Камчатке. Я благодарна всем присутствующим здесь, участницам, тоже умница, все участницы умницы. Организаторы молодцы. Мне просто нет слов, я сейчас в шоке нахожусь. Очень радостно отмечать тот факт, что наши компетентные жюри в очередной раз проявили свои качества на высоком уровне, что номинация приз зрительской симпатии была равна номинации именно победительца конкурса «Этнокрасавица-2022». То есть это мнение народное совпало с мнением профессиональным, компетентным, уважаемым жюри. Остальные участницы стали победительницами в различных номинациях «Лучший национальный костюм», «Лучший национальный танец», «Лучший национальный обряд» и других. Добавим, в этом году проект приурочен к году культурного наследия народов России и 15-летию образования Камчатского края. Главная идея – единение народов, населяющих нашу страну.